Это очень деликатная тема, потому что на ютубе закон обратной силы не имеет. Если ты 5 лет назад как-то нелицеприятно в ком-то выразился, то завтра ты можешь получить страйк. Или представим сюжет еще хуже. Вдруг твич купит ютуб, и здесь будут править лгбт пропаганда и феминизм. Поэтому притеснять женский пол тем, что они плохо знают компьютеры, будет неправильно. Для меня все вот это, это хобби, которое переросло в работу. И коли это было хобби, я уделял все свободное время этому. Но у моей супруги не так много времени, чтобы самореализоваться как Хаскер, поэтому я ей решил в этом помочь. Чем она хуже Кристины Свечинской, которые с помощью поддельных документов и сообщников украли около 3 миллионов долларов США. Поэтому это будет наш запасной вариант. Если со мной что-то случится, она всегда будет знать, как взломать банк в США и получить свои 3 миллиона. Ну а пока я вам представлю спонсор этого ролика Raid Shadow Legends. Это полноценная коллекционная Dark Fantasy RPG игра. Raid покорил фанатов по всему миру. У этой игры более 25 миллионов скачиваний, и каждый день в эту игру играют более 1 миллиона людей. Raid Shadow Legends полностью бесплатная и универсальная игра. Она доступна как на ПК, так и на смартфон. Выбери одну из 16 фракций и проходи подземелья с боссами или сражайся на арене с другими игроками. Будь ты хоть гномом, орком, эльфом или любым другим, у каждой фракции есть свои чемпионы. Легендарные, эпические и редкие. А клановая игра сделает прохождение легче не только в помощи новичкам, но и в рейдах, что делает ее увлекательнее. А огромное количество гайдов и советов от других игроков помогут вам в быстром развитии героев. Если вы перейдете по моей ссылке в описании, то получите 100 тысяч серебряных монет, запас энергии, 50 рубинов, а также крутого чемпиона палача в качестве бонуса. И поторопитесь, потому что бонусы будут действовать только следующие 30 дней. Ссылка в описании. Не забывайте, пожалуйста, про дисклеймер, потому что в этот раз я его вставил не просто так, как и в принципе в любой другой раз. Если вы помните, у нас есть одна идея к видео. Это поставить удаленный доступ на ноутбук, который принадлежит мне, оставить его где-нибудь в торговом центре или на улице на лавочке и посмотреть, отдаст ли мне его тот, кто его найдет или оставит его себе. Если он оставит его себе, то, разумеется, я смогу его отследить и этот ноутбук как-нибудь попытаться забрать. Надеюсь, до драки дело не дойдет. Вот, ну поэтому нам нужно установить это программное обеспечение и я подумал, почему бы это не сделать моей супруге. Вот. Человек, который держал мышку только в веселой ферме и не в боге. Собственно говоря, я буду говорить тебе, что делать, а все остальное будешь делать ты. Как всю жизнь, в принципе, да? Заходи в виртуальную машину. Вот это трогать уже? Да, это мышка. В виртуальную машину заходи. А где она? Вот это машина? Нет, нет. Вот это? Нажми на кнопочку Windows. Так, напиши английскую букву В. Галочка. Вон, видишь, VMware. Выше, выше, еще выше. Вот, да, вот сюда заходи. Теперь выбирай виртуальную машину Windows 7T2. Все. Один раз, один раз кликай. Так, нажимаем возобновить виртуальную машину. Надеюсь, не дойдет до истерики. В первую очередь, нам необходимо приконнектиться к VPN-сервису. Это все делается для того, чтобы, во-первых, скрыть свой IP-адрес, если ты будешь подключаться удоенно к чужому компьютеру, чтобы никто не смог определить, какой у тебя настоящий IP-адрес. Во-вторых, для того, чтобы открыть порты на своем роутере, это делается не у всех и не у вся, это все лучше мудить через VPN. Открытые порты нужны, чтобы было входящее и входящее соединение, и то, чтобы мы могли... 8 гребаных часов спустя... Мы его уже автоматически запустили, и, как ты видишь, здесь указан этот IP-адрес. Вот, видишь? Вот, вот. Просто я тебе говорю, чтобы ты знала, про что будет дальше идти речь. Сворачиваю это окошко, заходи в папку, вон, в левом углу, PAS77 NGRAD. Открывай вот это, еще раз открывай. Открывай вот NGRAD 07D Green Edition. Программа спрашивает, какой порт мы будем прослушивать для того, чтобы мониторить трафик. Можем оставить такой, который есть. Нажимай старт. Ну, можешь это окошко сейчас ближе к центру поставить. Смотри, мы уже сделали, наверное, 20% всех действий. Теперь наша задача заключается в создании вируса. Вот эта программа, она создает сам вирус. Нам нужно теперь создать то, что мы будем загружать на ноутбук. На мой ноутбук. Это важно. Нажимай на кнопочку Builder. Теперь вводи этот IP-адрес, который здесь указан. Так, отлично, вот, запомнили, ввели. Теперь нажимай на плюсик. Следующее дело. Под какой процесс мы будем себя маскировать? Если мы, разумеется, напишем virus.exe, то это будет очевидно, что это вирус. Для этого нам нужно как-то замаскировать эту программу под вид системной какой-то программы. Для этого давай откроем диспетчер задач. Выберем какой-нибудь самый банальный файл, который есть во всей Windows. Вот, например, самый короткий это sms.exe, диспетчер сеанса Windows. Он есть на Windows 10, на Windows 7, на Windows 8. Поэтому это будет не так очевидно, что этот файл у кого-то вдруг появился. Нет, не нажимай. Просто я показываю тебе, что мы сейчас будем маскироваться якобы под вот этот вот файл. Все, ты можешь закрывать диспетчер задач, он тебе больше не нужен. Раздели execution name. Ex не стирай. Ну ладно, растерло, давай. Пиши sms.exe Ехе. Ехе, да. Ексе. Ексе, вот. Далее директория, куда он будет устанавливаться, оставим по стандарту папку темп. Вот этот вот порт для прослушивания. Давай выберем иконку. Это не обязательно, но давай выберем иконку. Нажми еще раз на иконку, прокрутив самый низ. И вот выбери иконку, например, от CMD. Ну, дальше идут разделы, это скрытность этого вируса, запуск вирусов во время загрузки системы, это копирование в автозагрузку, защитить процесс. Нажимай теперь build. Назови его тоже так, sms.exe. Все, нажимай окей. Вот он у тебя, видишь, сохранился. Вот. Это твой вирус, который ты только что создал. Теперь еще чуть не забыл. Открой браузер. Да, Google Chrome. На панели задачи можно нажимать один раз. Да? Ты уже трижды нажал. Ну, всегда же надо два раза нажимать. Это на рабочем стеге нужно два раза нажимать. В браузере на меню пуск, там один раз. Новая информация. Видишь, у тебя в итоге открылось два. Мы в один закроем. Google Chrome, один закрой. Не всегда так это, как я его. Вот. Теперь знаешь, что нужно один раз кликать. Нажимай VPN Control панель, вон, она в закладках уже стоит. Сейчас мы будем открывать порты на VPN. У нас уже указан тот IP-адрес, который ты вводила в программе. Ну. Осталось нам ввести порт. Какой он называл порт? 23.02. Да. Вот этот порт тебе нужно сюда указать, чтобы он был открыт. Пиши 23.02. Все, у тебя теперь есть входящий и исходящий порт 23.02 для прослушивания трафика. Никуда мне его писать потом. Никуда больше писать не нужно. У тебя этот порт всегда будет открыт, когда ты будешь запускать VPN. То есть без VPN вот эта программа, она работать не будет. Так, теперь мы берем флешку. Но сначала нам нужно сделать следующее. Вот этот файл sms.exe. Зажми его, не открывай только. Попробуй его скинуть сейчас вот сюда, на основную машину, там, где папочка нарисована. Левее, левее. Да-да-да. Скидывай его сюда. Нет, надо было сюда его, прям вот сюда перекинуть. Все, еще раз? Да. Подожди, ты что-то нажала, и у тебя оно все... А, ну да, ты поменяла... Ммм, да, понятно. Ну вот видишь, у тебя вот она оказалась почему-то наверху. Это мистика. Но бывает. Втащи его в папку. Так? Да, да-да-да. Пля, получилось. Нет, не получилось. Тебе, видишь, мой антивирус говорит, я тебе не дам его скопировать. Это что, вирус? Ты что, дурак? Открывай, да-да-да, правое меню. Отобрази все элементы, и мой антивирус. Правой кнопкой левее, выше, правее. По центру, есет, правой кнопкой, правой кнопкой нажми по нему. А вот здесь? Да. Приостановить защиту. Теперь иди опять в виртуальную машину, и скидывай этот файл заново сюда. Восемь гребаных часов спустя. На, втыкай. Да-да-да, втыкай. Правой кнопкой на этом файле нажми теперь. На вот этом? Да. Отправить. Нет, не вот это, а другой отправить. Пониже было отправить. А, вот это. Да, вот это отправить. И последний диск G. Вот теперь вон впереди, вон его ЦПА. Да-да-да, вот сюда щелкни, видишь, вот он у тебя есть. Все, теперь я вытаскиваю отсюда флешку. Давай ты вытаскивай флешку. Что я буду за тебя делать? Вытаскивай флешку. Пришло дело к ноутбуку, я пока клавиатуру уберу. Теперь делаем следующее. Мы должны отключить антивирус вот здесь. Правой кнопкой приостановить защиту. Теперь здесь еще раз правой кнопкой на антивирусе. Приостановить работу фаервола. Только фаервол. Короче, не важно. Долго объяснять. Теперь бери и запускай sms.exe. Один раз или два? Два раза. Сейчас он должен у тебя исчезнуть. Если он у тебя сейчас исчезнет, то мы все сделали правильно. Следующий этап. Наша задача. Вот видишь, у нас появилась видом гения в Инжерате, что у нас уже есть удаленный доступ к этой машине. Вот видишь, смотри. Ага, а он говорит, ни хера. Значит, мы сделали все не так, как должно быть. И что нужно сделать, чтобы было так? Нужно доработать. Теперь заходи в антивирус. Заходи в раздел настройки. Расширенные параметры. Исключение. Нажимай изменить. Нажимай добавить. И выбирай путь. Давай, нажимай на путь. Ты все вспоминаешь, скажи, пожалуйста. Жизненный опыт. Зачем ты нажимаешь на тип? Я тебе сказал путь. Укажи путь. А, исключить путь? Путь. Вот второе меню. Путь. На три точечки щелкни. Диск С. Да-да? Да. Восемь гребаных часов спустя. И папка стартап. Один раз кликни. Папка стартап. Вот, вот по центру прям. Прям по центру она у тебя. Прям по центру она у тебя. На папку кликни, говорю. На папку. Все, ты уже кликнул. Нажимай ОК. Нужно делать быстро, потому что антивируса. Десять минут ограничения. Потом он включится, и у тебя все удалит. Все, молодец. Нажимай теперь сохранить. Первую задачу мы сделали. Заходи в раздел «Защита файловой системы в реальном времени». Прокручивай вниз. Нажимай здесь «Исключить». Ну а теперь делай так же, как мы мутили. Восемь гребаных часов спустя. Переходим в раздел «Процесса сканирования вредоносных программ». Оперативная память галочку снимай. Очистка уровня очистки. Выключи ее. Протокол RDP выключай. Обнаружение поддельных записей кэша выключай. Разрешить ответ. Вытаскивай флешку. Теперь перезагружай ноутбук. Открывай закрытую программу Angerat. Ну вот сейчас жди, пока загрузится Windows. Посмотрим результат, получилось у тебя или нет. И что, он как-то при включении что-то другое будет? Ну вот мы сейчас же настроили антивирус. Мы сделали так, что антивирус работает. Он определяет другие вирусы, так скажем. Но наш, он определять не будет. Если бы мы этого сейчас с тобой не проделали в антивирусе… А вирус что делает? Я объяснял уже. Вначале это вирус удаленного доступа. Вот он у тебя. Вот видишь? Не, ну что он сделает? А можно им двигать, в смысле? Двигать, копировать, все что угодно. Посматривать. Давай вот А, Б. Я же знаю это. Да, вот. Давай, включи здесь еще раз OBS. Сверни приложение вот это. Вот, видишь, появилось? System, терым-пырым. Правой кнопкой мыши нажми. Нажми, вон, например, Remote Cam. Сейчас ожидаю. Видишь? Это ты сделала. Видели, как я могу больше? У тебя ушло на все это 30 минут 6 секунд. Тут, кстати, мы можем даже звук прослушать. Правда, я уменьшил громкость, чтобы у нас не было эхот микрофона. Да, закрой. Вот сейчас правой кнопкой еще раз нажми. Нажми вот Remote Desktop. Вот здесь вот, например, у тебя есть такой курсорчик. Нажми на него. И, например, вот выбери раздел Маус. Можешь открыть мой компьютер. Можно сменить заставочку? Можешь. Если ты знаешь, как это делается. Ну и вот так, мои дорогие друзья. Я с помощью обычных советов и женщины удалось все это сделать. Если честно говоря, я ожидал, что у меня будет нервный срыв. Но все оказалось намного проще, чем я думал. Спасибо большое. Все-таки иногда я слышу, что ты говоришь за дверью. Ну давай, раз ты была на главном фоне, попроси, чтобы лайк поставили. Спасибо всем, что смотрели видео вместе с нами. Ставьте лайк. Пишите комментарии побольше. Если вы хотите, чтобы я больше не было, то ставьте палец вверх. Здесь не будет женщины. Мы будем делать все с вами вместе. А лучше я буду делать все один. Вот это, видели? Вот это я. Как на туалете. Нет, это ты. Следующее видео вы, наверное, догадались, о чем будет. Так что будем ждать. Если вам понравилось видео, то ставьте палец вверх. Подписывайтесь на этот канал. А что следующее видео я не поняла. Где были подсказки? Я в начале ролика говорил, что следующее видео будет, что мы на этот ноутбук поставили эту программу. Оставим его где-нибудь в торговом центре. И потом будем наблюдать, вернет ли нам этот человек ноутбук или нет. Ты сейчас можешь это все повторить без моих советов? Зачем? Мы все уже сделали. До свидания.